Девушки отдыхают Участника по дуэльному кодексу обязаны пролежать в лазарете пять дней. Дуэлянты, разойтись! Не помешаю? В избежание увечий просьба наблюдателей отойти на безопасное расстояние. Дуэлянты? Я извиняюсь. Дело в том, что у нас плановый осмотр всех жителей поселка. И вот хотел поинтересоваться, как самочувствие? Господи, зараза всех покосила. А так нормально. Понятно. А какой сейчас год? Месье, 1837-й от Рождества Христова. Совершенно верно. Замечательно. Тогда прошу проследовать за мной. Карета подана? Карета подана. Так, Тань, подожди. Мужики, вы нас, наверное, неправильно поняли. Это у нас семейные игры такие, забавы. Да нет, мы вас прекрасно поняли. Пройдемте-с. Да, ну подождите, вы чего? У нас даже пистолеты не настоящие. Держите их. Ребята, ребята, осторожно. Спокойно, на пол. Спокойно. Я сам, сам даю. На пол. Сам. Пуф. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ало, Саш, ну у меня хорошие новости. Их упекли. И, видимо, надолго. Справки будут готовы к вечеру, так что у вас ровно сутки, чтобы закончить проект со всей проектной документацией. Давайте, ребятки, ускоряйтесь. Работаем, работаем. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Давно дуэли устраиваете? Послушайте, вы нас за чекануток, что ли, приняли? Не-не-не-не-не-не, мы абсолютно нормальная семья. Да, мы просто сыну руки истории устраиваем. Ну да, чисто базу объясняют. Мы не ку-ку, конечно. Да нет, что вы, я не считаю вас сумасшедшими. Это просто любопытство. Так не верьте нам, у Наташки спросите. Кто такая Наташа? Приходит к нам хорошая баба. Столько дел нам помогла сделать. Дух из дома выгоняли, помнишь это? Умирал я, она мне помогала сколько. Корову на вертолете спасали. А как часто она к вам приходит? Да каждый день почти. Я извиняюсь. А она сейчас. Здесь? Послушайте, вы что, с ума что ли сходите? Не видите, что мы только одни здесь? Так, все, давайте, отпускайте нас. Против нас там заговор. Готовят нам идти надо. Успокойтесь, здесь против многих заговор. Мы вам поможем. Обязательно поможем. На особой контроле их. Все понятно. Мы домой пошли. Да. Давайте еще посидим. Вот, несу Мариночке подарок. Решил сделать ей приятно и подключил свои связи в здравоохранении. Поэтому дарю коробку новых градусников. Ну, она же у меня горячая женщина. Мариночка, добрый день. Не отвлекаю? Ну, пока тебя не было, не отвлекал. А у меня для вас сюрприз. У меня для тебя тоже, представляешь? Да? Ага, правда? Да. В больницу еду, где реально можно кардиограмму делать, а не от руки рисовать. Ну, здорово. Поэтому найдешь ты себе бабенку, такую же неуверенную, как ты, чтоб тряслись вместе. Подождите, в смысле? Ну, что в смысле? Все, в райцентр меня переводят. Они чертутные. Ага. Слюнь, я тебя сейчас убью. Маринечка, я сейчас все уберу. Так, не трогай, не трогай, не трогай. Ну, давайте я... Так, все, иди, пожалуйста, дайди, 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 дайди. Иди давай, вышел. Встал и вышел. Просто вышел. Ну, что сказать, нормальные тут условия. Я такой контингент на Казатипе видела. Горюшке вообще нравится. Он вон освоился. А, что ты мне рассказываешь? Вот что ты мне рассказываешь? Я сам лично в то время с Колумбом этот корабль строил. Но не было его там. Давай, отойди, отойди. В сторону отойди. Держи, вот, учись. Это вот, это домино классическое. Так, а что это мы тут прохлаждаемся? Обеденный перерыв окончен. Давайте все по палатам расходимся. Ну, все, да? Все вроде. Ну что, я смотрю, вы освоились. Слава богу, все у вас хорошо. Давайте сейчас таблеточки выпьем. Ну, и день прошел. А что за колеса? Тань, пожалуйста. Командир, может без таблеток, а? Ну, пошутили и будем, а? Нам на семичасовой автобус надо успеть. Сын, иди сумку собирай. Сумку собирать? Да, я только что сказал эту информацию. Иди сумку собирай. Все? Разобрались? Ну, я вас огорчу. Вы на семичасовой автобус не успеете. А на восьмичасовой? Тоже не успеете. На девяти тоже не успеете. И завтра, и послезавтра, и через неделю. Вы здесь надолго задержитесь. На месяц, на два. А может и больше. Так что, знаете, что я вам предлагаю? Давайте сейчас таблетки выпьем. И день прошел. А может я тебя лучше в кабину разнесу? Что значит кабину разнесу? Здорово! Просто потрясающе! Ну, наконец-то. Я тебя ждал. Я не принимаю. Не принимает он. Ну, ты ляпни что же, Валентир. Здорово, Валент. Ты же просто не знаешь, чем я пришел. А? Врежем? Да нет. Настроение не то. Не до алкоголя. Ты глянь. А с чего ты взялся, что это алкоголь? Это у меня искра, она такая хлещет. Ты когда водопровод починишь, пес? Олег Викторович, я же говорил, рабочие скоро приступят. Потерпите пару дней. Ну, смотри мне. А то, как говорили у нас в армии, не будет воды, я тебе ноги сломаю. Понял? Ломайте. Валек, ты че поплыл-то? Я ж просто жуть тебя нагоняю. А, да, это личное. Чего? Колись, Монте-Кристо. Просто, Мариночка в соседний поселок уезжает работать. Навсегда. Погоди. Дай угадаю. Маринка, что ли, уезжает? И че, ты ее просто так отпустишь, что ли? А что делать? Водопровод, говорю, делай, чтобы у тебя люди из деревни не валили. Точно. Ладно, перегнул, согласен. Это, автобус вечерний. Так я тебе за это время трех Мариночек верну. А я вам первому водопровод починю. Обещаю. Добро! Ну, короче, вот так вот они меня сюда и упекли. Так ты ж ничего не рассказал! Нет времени на это. Бежать надо. Согласен. Есть идеи? Идей нет. Есть план. Я же давно здесь сижу. Все уже изучил. Но мне напарник нужен. Ты в деле? Конечно. Отлично. Что делать? Подсади меня. Сейчас. Еще чуть-чуть. О, почти, почти, почти. Ну, да скажи куда, скажи куда. Выше, выше. Нет, это глупость какая-то. Неудобно. На. Отлично. Так, значит, сейчас прямо по коридору. Потом направо там туалет. Дверь там хлипкая. Толкнем ее, все, мы на улице. Готов? Готов. Они поймали меня. Меня поймали. Ты видал? Видал? Поймали меня. Молодцы, ребята. Молодцы. Поймали. Они поймали меня. Извините, задержался. Короче, Салабон, я все изучил. Каждый раз перед рейсом водила трепетится с другим водилой. История про чайный гриб длится ровно пять минут четырнадцать секунд. Ты сахар принес? Разумеется. Красавчик. Задача такая. Пока я профессионально перевоплощаюсь и отвлекаю салон, ты засыпаешь сахар в бензобак. Потом подтягиваешься ко мне. В итоге автобус не заводится, а Мариночка заводится, потому что видит тебя. А дальше непосредственно соите. Все, 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 я понял. Ладно. Тогда действуем. Уважаемые гости нашего автобуса. Прошу минуточку вашего внимания. Наверняка каждый из вас любит помыться под хорошую музыку. Угадал? А? В связи с этим рекомендуется приобрести наше мочальное устройство прямого назначения для кожного контакта. А также в комплекте имеются диски, где каждый из вас найдет что-то для себя по вкусу. Цена одного комплекта всего 4 тысячи рублей. Считаю пассивной суммой для любого сельского зрителя. Девочки, мужчина, дама. Слышь, цыганёвок, а ну пошел отсюда. Понял, понял. Что сразу орать-то? Ты иди, вышли из автобуса. Все, слабочек, амба. Валим, валим, валим. Игорь, я сейчас помою, да я вернусь. Да, снег. Я сбегу. Да? Я сбегу. Добрый день, Игорь Юрьевич. Я вижу, вы познакомились с Виталием. Это наш местный форест-ган. Все никак не добежит. Да, все время сбегает в одно и то же время. Расстройство у него такое. Мы забыли вас предупредить. Да никуда мы не сбегали. Так чисто за хлебом хотели выйти. Я так и подумал. Но в связи с побегом, мы вынуждены вас оставить в карцере на две недели и перевести на более сильные препараты. Да какие препараты, ребята, вы что? Ну, зачем это все нужно-то? Вы чего, ребят? Вот и договорились. О, Мариночка идет. Где? Вон, вон, вон. О, хорош. Ладно, бедрень. Поздравляю. Спасибо, спасибо, Олег Викторович. Если что, с меня два водопроводят. Не поройте, не заиглядните. Как? Их, тут, конечно, уже ничего не поправишь. Ладно, не забудь, сына обещал в честь меня назвать Беркутом. Спасибо, обещал, Олег Викторович. И, Мариночка? Не понял. Что за диверсия? Почему не тот автобус? Я точно помню. 69-й маршрут. Или 96-й. Ай, балван, поехали, план перехват. И я ему говорю, Пашка, ну, если любишь-то лиса, ну, говори ты об этом почаще, чтобы с каждого утюга. Ладно, что я про себя-то? Ты расскажи, как у тебя дела. Да ладно. И чё, и чё? Ну, ты куркуль, я тебе серьёзно говорю. Так, Бать, ты как? Мы с тобой пришли. Бежать надо. Спокойно, Игорь. Это просто галлюцинация. Всё в порядке. Философ, быстрее давай, нас сейчас спалят. Игорь, не ведись. Это не твоя семья. У тебя жена пожирнее, сын потупее. Всё нормально. Так! Задницу подняла, пошли! Татьяна? Сын? Чё делаешь? Бежать! Побежай, быстро! Сегодня в областной психиатрической лечебнице был организован самый массовый побег за всю историю учреждения. Очевидцы засняли несколько кадров с места происшествия. Пой! По словам работников больницы... Это произошло в тот момент, когда весь персонал был занят поимкой одного из самых сложных пациентов. Виталия Сергеевича Киреева, бывшего главного врача этой же психиатрической больницы. Бази, отложи! Бази, куда ты чешешь? Куда, порядок? Вот как это комментирует главный врач больницы Олег Иванович Егоров. Честно говоря, такое в моей практике впервые. Нет, конечно, были попытки побега. По одному, там, по двое. Но так, чтобы вот массово. Это первый раз. Все. Действующий главврач лечебницы уже подал в отставку. Возбуждено уголовное дело о халатности. Мы продолжаем следить за ситуацией и держать вас в курсе событий. А я сейчас перегноем удобряю. Ну, потому что в прошлый раз так посадила, и листья все пожелтели. А май какой холодный был. Морозом-то сколько вон побило. А бычье сердце, оно такое. Теплолюбивое. Очень познавательно. Буду знать. Господа, прошу меня извинить. Спасибо, Натя Михайлович. Да что ж тебе не имется-то, а? Мариночка, прошу, выслушайте меня. Не перебивайте. Иначе я никогда это не скажу. Понимаете, в жизни так часто бывает, что мы понимаем, что любим что-то, только когда потеряем это. Недавно я потерял ключи, но я их не любил. Я вообще ничто и никого так не любил, как вас. Чисто для атмосферы. Прошу, не уезжайте. Останьтесь, и я постараюсь сделать вас самой счастливой женщиной на земле. Соглашайся, а то будешь потом одна с рассадой на автобусе-то ездить. Валь, ты такой хороший. Ну, просто не мой вариант, понимаешь? Не по пути нам с тобой, потому что мы с тобой слишком разные. Вот и все. Но мы долго там? Едем или нет? Едем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, сейчас всю грусть потратишь, а завтра кошка задохнет. Кто будет грустить? Ладно, поехали. Поехали, поехали. Сын, а вот расскажи мне, как у тебя страны квализаторы? Ну, не очень вкусно, если честно. Не вкусно? Я думаю, из них варенье сварить. Тань, а ты знаешь, там в целом атмосфера такая гнетущая. То ли дело дома, да? Дома хорошо. Так, а что это за саркофаг? Может, дети соседские озаруют? Сейчас будет выяснение. Вы кто? Мужчины, спасибо большое, что посторожили, пока нас дома не было. Мы позже с вами рассчитаемся. Стоять, вам сюда нельзя. Это частная территория. Мы знаем, что наш дом, это частная территория. Пройти дай. Не могу пустить. Связывайтесь с хозяином объекта. Дом выкуплен, строительство магазина здесь планируется. С саркофагами все улажено. А мне велено, никого кроме рабочих не пускает. Нет, нам понятно, это все, это чушь какая-то, наш дом. Наш дом. Голубановый, вы что-то теряетесь в недвижае. О, администрация подъехала. Не, 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 не. Валентинович, ты объясни, что здесь магазин никакой строить нельзя. Нельзя, да, нельзя. Ты что мямлишь? Я тебе говорю, скажи, кто в этом доме живет. Живет. Мариночка теперь в другом поселке живет. Какая Мариночка? Короче, от него сейчас толку мало. Черт с вами, не пустят до вечера, приходите, приучу по соседке. Сейчас я отвезу и вернусь. Гарош, а что теперь делать? Бать, это что? Все? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok